Я отправился в Карабах. Смотрите, какие сооружения армянской страны. Посетил города, которые были разграблены и уничтожены сепаратистами. Грабили вот эти все дома азербайджанцы. Чуть не попал на минное поле. Они заминировали буквально всё. Увидел мечеть, где держали животных. Побывал на границе с Ираном и остался жив. Эта часть Азербайджан, а та часть Иран. А самое главное, посетил современное село с жителями. Построенное посередине разрушений в Карабахе. Наконец-то я вернулась на свои родные земли. Я прилетел в столицу Азербайджана, в Баку. Красивая современная столица, расположенная на берегу Каспийского моря. Можно миллион раз прилететь в Баку, и он каждый раз будет завораживать. Даже самого искушенного путешественника. Но цель моей поездки в Азербайджан – это Карабах. Относительно недавно Азербайджан освободил свои исторические земли, оккупированные на протяжении 30 лет Армении. В год, когда я родился, азербайджанские земли были украдены Арменией. Но мои родители прекрасно помнят то страшное время. Всю свою осознанную жизнь я хотел попасть на эти волшебные поля и горы. Сам я тоже из Карабаха, из города, который является воротами на эти земли. Из маленького города Тер-Тер. И этот момент наступил с помощью азербайджанских военных и президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева. Наконец-то Карабах вернулся Азербайджану. Я арендовал автомобиль с водителем и отправился в долгий путь. Дорога была тяжелой, но, конечно, цель была важнее усталости. Равнинный Карабах встретил меня со строящейся дорогой. Это поступы к Карабаху. Вот эта дорога, которую сейчас мы видим, она будет строиться, протягиваться асфальтом. Мы едем в город Агда. На нашем пути то появлялись, то пропадали бывшие военные посты оккупантов. Карабах с тюркских языков переводится как «черный сад». Земля здесь чернозем. Растет буквально все. На подступах к легендарному городу Агда мы видели лишь разрушенные армянами азербайджанские дома. За 30 лет армяне разборовывали камни и кирпичи со стен домов и увозили продавать награбленные. На фоне этих разрушений работали азербайджанские рабочие, которые строили новые скоростные дороги. Смотрите, вот это армянские посты бывшие. Здесь сидели оккупанты, которые держали в страхе соседние деревни, потому что они регулярно обстреливали. Я прибыл в город Агдам и запустил дрон. Все, что я видел с высоты птичьего полета, это разграбленные дома. Ни одной целой квартиры или улочки, словно это кавказская Хиросима. Окупанты на протяжении 30 лет разбирали азербайджанские дома на кирпичи и продавали их как стройматериалы. Помните эти кадры в интернете, когда в мечети были свиньи и разные животные? Вот та самая мечеть, взгляните. Армянские оккупанты разрушали эту историческую и духовную ценность азербайджанцев. Эту мечеть не разобрали лишь потому, что она служила загоном для скота и ориентиром для армянской артиллерии. Эта мечеть одна из многих духовных сооружений, подвергшихся вандализму. Можно увидеть дыры от куль на миноретах мечети. Данная историческая ценность восстанавливается при помощи фонда Гейдара Алиева. В скором времени двери мечети будут открыты для верующих. Я поехал осматривать город дальше. Горизонт не менялся. Все так же разрушены и дома, и культурно-исторические сооружения. Посмотрите на это сооружение. Наверное, кажется, что это после Второй мировой войны. На самом деле нет. Это гостиница в самом крупном городе Карабаха в Агдаме. Давайте пройдем, посмотрим, что с ней стало за 30 лет под оккупацией Армении. Стены целые, но нет окон, дверей. Вот они считали, что это их земля, их территория. Но что они делали? Они грабили просто все эти сооружения. Посмотрите, ни одного окна, ни одной двери. Если посмотрим в ту сторону, ни дверей, ни окон. От этого города не оставили ничего просто. Вот смотришь и реально плакать хочется. Это драматический театр. Драмтеатр выглядел вот так. Вот что стало с ним сейчас. Мы сейчас находимся на кладбище города Агдам в Карабахе. Сейчас вот кладбище выглядит вот так, да? Это восстановили родственники этих покойных людей. Обратите внимание на эту могилу. Она была вырыта армянами. Что делалось? Значит, люди, которые оккупировали эти территории, выкапывали азербайджанские могилы и вытаскивали тела, выдергивали золотые зубы. И были, если какие-то украшения, да? У людей это кралось. Такое варварство, честно говоря, вот у меня мурашки по телу. Вот так поступает с умершими. Вот эта семья погибла в один день. Все эти люди, вся семья, маленькие дети. Мародерство налицо. Смотрите, какая могила. Как вы выкопали. Горько осознавать факт, что когда-то тут кипела жизнь. Все вокруг было в деревьях. Везде зелень и красивые дома. Люди женились, заводили детей, ходили на работу. Посещали кино и музеи. А теперь это просто руины. Это старая школа-интернат. Смотрите, в каком она состоянии. А если мы буквально 50 метров повернемся в эту сторону, то мы увидим сооружение, построенное Азербайджаном после деоккупации. Разница, контраст виден налицо. Это тоже мечеть. Это навоз. Коровий навоз. Он был подожжен армянами во время оккупации. Сейчас очищена, превращена в божеский вид, в такой. Главная цель была оккупантов, это стереть историческое наследие. Ведь самое главное, когда захватываешь чужие территории, в первую очередь нужно стереть историю. На моем пути меня больше удивили места захоронения. У большинства могил не было надгробных плит. Армяне во время оккупации на грузовиках забирали эти плиты и клали из них дороги в некоторых городах Армении. Ближе от снятия самой могилы мне не удалось, так как Армяне, отступая, заминировали все кладбище. Пустыня просто, смотрите, они не взорваны. Этот город даже не бомбили, они его разобрали на кирпичи. Здесь армяне не жили. Они просто держали это как буферную зону, грабили вот эти все дома азербайджанцев, разбирали эти кирпичи, все, что тут есть. Когда-то на этой машине ездил армянский оккупант, военный. Теперь это как история зафиксирована возле этой дороги. Дальше смотрите, что мы видим. Это музей. Музей хлеба. Музей хлеба. Видите, мозаика какая, прекрасно сделана. Смотрите, у женщины на грудях это отверстие от пуль. Просто-напросто солдаты, которые оккупировали эту территорию, прикалывались. Им делать нечего было. Так выстрелил. Видите, вот девушки на грудях дырки. То же самое, на голове дырки. В паховой области находятся отверстия от боеприпасов. И в голове. Ну вот, армяне посчитали, что вот эти опасные азербайджанцы, которые на мозаике, могут напасть на них. Мы сейчас находимся возле усыпальницы карабахских ханов. На этой фотографии во время армянской оккупации. Смотрите, везде мусор. Все разрушено. Здесь держали свиней, здесь держали скот. Тут же спал сам пастух. Мы сейчас проходим в Диванхану, канцелярию Агдамского хана Панахали. Когда армяне оккупировали эти территории, вот эту историческую ценность они превратили в это. В хлам, мусор, разрушено все. Здесь держали животных. Сразу на канцелярии, на арабском, те, кто умеют читать, на арабском написано Панахали. В этой части были диваны. Здесь хан сидел, встречался с людьми. А вот это место, это был большой костер. Обратите внимание. Здесь все было забито сеном. По указанию президента Азербайджана, вот эта историческая ценность будет восстановлена. Тут два выхода. Один и второй. Самое интересное. Давайте зайдем в один выход, точнее вход. Тут все было просто в грязи, в навозе. Заходим. Комната. Обратите внимание, да, вот на построение самого сооружения. Здесь были цифры какие-то написаны армянскими дикарями, которые здесь держали животных, свиней. А вот здесь уже сами оккупанты построили такую перегородку. Для чего? Тут они держали, скорее всего, возможно, крупный рогатый скот, а той стороне держали мелкий рогатый скот. Вот эти древние нагробные плиты, надпись на арабском языке. Армяне их разбросали, грубо говоря, кто-то пинал, кто-то машинами проходил. В 1982 году этот памятник, усыпальница, выглядело вот так. Видите? А сейчас вот эта часть, да, мы видим целое, после армянской оккупации превратились в руины. Вот она эстетика, культура оккупантов. Разрушить это, оставить после себя пустоту, историю, чтобы потом можно было сказать, что это древние армянские земли, уничтожив чужую историю. Вот надписи, смотрите, на арабском языке. Я не знаю, возможно, я по могилам иду. Здесь захоронена ханская семья. Идут грандиозные стройки по восстановлению. Это все многоквартирные дома, в которые будут заселяться азербайджанцы, которые 30 лет назад были изгнаны со своих родных домов. Вот это все осталось от азербайджанцев. Прекрасные машины остались еще с тех времен. Так что, если кто-то узнал свою машину, приезжайте, забирайте, восстанавливайте. Я заметил, что особую эстетику городу дают сгоревшие автомобили. Когда-то они разъезжали по этим улицам. А теперь являются частью пейзажа Агдама. Одним из самых известных памятников на территории Карабаха является крепость 18 века Шах-Булак на территории города Агдам. Эта крепость была построена в 1752 году основателем Карабахского ханства Панахалиханом. До того, как Панахалихан построил Шушинскую крепость, крепость Шах-Булак в Агдаме была административным центром Карабахского ханства. После оккупации Агдама в 1993 году армяне пытались арменизировать крепость Шах-Булак, как и ряд азербайджанских памятников. А ближайшую мечеть представили как церковь. Какая красота! Просто взгляните. Пропитана историей. С первых минут, когда заходишь во внутреннюю часть, такая аура спокойствия, истории, которая пронизывает тебя с головы до ног. Каждый азербайджанец должен вернуться и снова ощутить вот эту историю. Каждый гость Азербайджана должен посетить эти территории. И иншаллах, дай бог. Буквально, ну максимум 5 лет понадобится Азербайджану, чтобы восстановить все это и вернуть в первозданное состояние. Это большое наследие для азербайджанцев, для будущего поколения. Сохранить вот это все наследие. Это смотровая вышка. Здесь видно, если враг приближался. Отсюда можно было стрелять. Армяне во время оккупации Карабаха, города Агдам, проводили здесь фестивали, в которых продвигали свою несуществующую историю. Нет, у армян есть история, но на данных землях, территориях ее никогда не было. Как вы думаете, где мы находимся? Где-то, наверное, в кинотеатре, какой-то интересный, красивый конференц-зал, наверное, это где-то в Европе? Нет, мы в Карабахе. Вот это построили за 80 дней. Представляете, армяне за 30 лет умудрились только украсть туалеты, кирпичи со зданий. Азербайджан, когда вернул свои земли, это построил за 80 дней. Армянские оккупанты в течение почти 30 лет разрушали исторические памятники. Мечети, кладбища, разграбили музеи, материально-духовные ценности. Оккупант не только уничтожил часть памятников на исторических территориях, но и пытался армянизировать некоторые из них. От некогда красивейшего города Карабаха Агдама остались лишь руины. Все, что можно было увезти, было украдено армянами за 30 лет. После дооккупации данного региона по всей территории Карабаха ведутся стройки. В скором времени коренные жители Карабаха, азербайджанцы, получат многоквартирные дома. Абсолютно бесплатно и вернутся на свои земли. Мой путь продолжился. Я решил поехать в следующий город, в Зангелан. Дорога вела через небольшие районы Физули и Джабраил. Сейчас раннее утро, 7 утра. Мы приехали на границу, которая была раньше, до того, как азербайджанская армия вернула в Джабраильский район. Это азербайджанское сооружение. Здесь сидели пограничники. Такой небольшой зод. Пройдем внутрь. С этих позиций азербайджанские солдаты могли видеть противника. Видим с этой стороны автоматное гнездо. Дабы не попали, оно небольшое, узкое. Но достаточно для того, чтобы просунуть дул автомата. И если что, уничтожить врага. С этой стороны мы тоже видим окошко, которое закрывается. Видите, можно было открывать в полную, допустим, и вести огонь. Очень крепкий бетон, даже звук не издает. Вот таким вот способом азербайджанские солдаты защищали территорию. Видим, здесь тоже насыпали земли. Вот эта часть всегда была в тумане. Это усложняло и делало более опасным службу в этих территориях. А если мы поедем дальше, там будет уже армянское сооружение. Вся территория от азербайджанского до условно-армянского поста усеяна минами. Единственное безопасное место для передвижения – это разбитая дорога. Горизонт покрыт густым туманом, что ухудшает видимость. Сейчас мы выйдем и посмотрим на армянской мост. Вот этот условный мост. Ров этот разделял азербайджанскую сторону. Видите, вот эти знаки вдали, такие треугольники. Отдел по разминированию поставил вот эти таблички, чтобы никто не заходил на эту территорию. Смотрите, какие сооружения армянской стороны. Все в колесах, скорее всего, это было такое укрытие. А вот это углубление специально для тяжелой техники. В этом сооружении мы идем дальше. Сидели армянские военные, дежурили. Сверху тоже насыпана земля, типа, скрыть с воздуха. Если азербайджанские дроны пролетали над ними, чтобы их не было заметно. Спуститься вниз посмотреть сейчас опасно, потому что, возможно, там еще остались мины. Когда армяне бежали от азербайджанской армии, они заминировали буквально все. И только где-то года два Азербайджан разминировал все эти территории. Самые тяжелые бои с оккупантами в 2020 году шли в Джабраильском районе. Именно здесь, где мы снимаем. Странно осознавать тот факт, что тут спокойно идет восстановление и стройка на этих землях. А ведь совсем недавно здесь шли жесточайшие бои за освобождение земель от захватчиков. Наш горизонт особо не менялся. Армянские военные на протяжении 30 лет грабили эти аннексированные территории. После освобождения азербайджанская сторона начала большую стройку. Уже протянулась железная дорога. Также полным ходом прохладываются автомобильные магистрали. Одновременно очищаются окрестности от минных полей. Если мы взглянем, это река Арас. Сейчас эта часть Азербайджан, а та часть уже Иран. Есть в интернете интересные кадры, когда иранские азербайджанцы с того берега наблюдали, как азербайджанская армия вытесняет оккупанта. Есть интересный факт. Бывало, что даже иранские азербайджанцы показывали пальцем, в какой стороне спрятались армянские оккупанты. И азербайджанский спецназ уже мог ориентироваться. Когда туман рассеивается, на той части берега Арас видно иранские деревни. После 30-минутной поездки я прибыл в город Зянгелан. Точнее, в умное село в Зянгеланской области. Я приехал туда уже, когда в село переехали азербайджанцы, которые ранее вынуждены покинули эти земли. Какие красивые дома, фонтан, улочки, цветы, зелень. Мы по-прежнему в Карабахе. Это Зянгеланский район, умная деревня Агалы. Здесь живет 66 семей, больше 300 человек. Азербайджан построил эту деревню за один год. А за 30 лет под армянской оккупацией здесь была пустошь. Я ем оливки через 30 лет после того, как Азербайджан вернул земли. И я пробую карабахские оливки. По распоряжению президента Азербайджанской республики была разработана концепция и строительство умного села. В данном селе живут свыше 300 семей, которым бесплатно предоставили дома. Уже достраиваются новые объекты, и в своей очереди дожидаются еще 500 семей. Жители села освобождены от коммунальных платежей. В селе есть своя школа, кафе, банки, продуктовые маркеты. В селе имеются рабочие места, где жители могут трудиться и зарабатывать деньги. Данные села будут построены на всей территории Карабахского региона Азербайджанской республики. Удивительно наблюдать за селом. Село Агалы похоже на оазис посередине разрушений. Салам алейк. Здравствуйте. Добро пожаловать. Здравствуйте, бабушка. Как ваши дела? Спасибо, внучок. Все хорошо. Дай Бог вам здоровья. Через столько лет вернулись домой. Дай Бог вам здоровья. Здоровья Ильхаму Алиеву за то, что вернул в наши кровные земли. У меня под конец жизни. Получилось вернуться на наши земли. А сколько вам лет было? Мне было 20 лет. Ильмия Шумвай. Ааа. Ильхай Ильмина. 20 лет было этому мужчине, когда он покинул эти территории. Вынужденно их просто выкинули отсюда оккупанты. Теперь человек вернулся. Че в Саулон? Че в Саулон? Интересный факт. Этому звонку более 30 лет. Когда все здесь было в руинах, его нашли и поставили на эту школу. Даже не скажешь, что когда-то тут не было вообще ничего. А сейчас все условия для того, чтобы уже дети, детей, людей, которых когда-то покинули эти земли, могли спокойно учиться. Мы можем наблюдать маленьких детишек. Тут проводят уроки. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Как у вас дела? Отлично. Нравится учиться? Да. Конечно. Молодец. Это преподаватель. Преподает опять же все современное. Смарт-телевизия. И современные технологии буквально напичканы. Везде. Это классы для детей. Проводят технологию прибивать гвозди. Все мужские обязанности. Если бы у меня был такой кабинет химии, я бы, наверное, закончил школу с красным дипломом. Спортивный зал школы. Теперь дети Карабаха могут развиваться как умственно, так и физически. Библиотека. Здесь детишки могут читать, развиваться, получать образование. А это стадион, на котором школьники могут играть в футбол. Детский сад. Тут совсем маленькие граждане этой деревни, этой страны. Как тебя зовут? Майя. Майя. Сестенка, братик, есть? Есть Фарид, есть Хаджи и есть Фатима. О, не гюзэ, не гюзэ. Как хорошо. Нравится тебе в садике? Да. Есть рабочие места. Тут люди стараются, шьют для медицинских целей, халаты, спецодежду. Вся технология, видите, японская, Ямаха. Это рабочие места. То есть в этой деревне есть где работать. Кажется, что мы в большом городе, где-то в столице Азербайджана. В Баку нет. Мы находимся в Карабахе, представляете, и есть супермаркет. Два года назад здесь был пустырь и разрушены азербайджанские дома. Те люди, которые потеряли свои дома, сейчас бесплатно по поручению президента Азербайджанской республики Ильха Малиева получают абсолютно бесплатно готовые дома, в которых есть все коммуникации, все удобства. Они полностью могут с семьями заселяться, работать тут же, учиться, получить образование, лечиться и снова восстанавливать Карабах. Пройдемте внутрь дома. Тут живет семья. Салам Алейчим. Здравствуйте. Добро пожаловать. Мы бы хотели пройти и посмотреть ваше жилище. Это все предоставило государство. Сколько комнат тут? Раз, два. Привет, как дела? Я сам. Это детская комната. Это спальня. Детская комната. Здесь спальня еще одна. Дальше идем туда, в ту сторону. Очень красиво, очень прикольно. Это еще один зал. Вот. Тут встречают... Сколько здесь квадратов? Довольно большое. Вот она вернулась в Карабах. Тебе нравится тут? Бурда. Это кухня. Довольно большая кухня. Удобная. Хозяйка волнуется за то, чтобы все было чисто. Любая хозяйка у себя. Извините, пожалуйста. Мы не были готовы для приема гостей. За беспорядок извиняюсь. Люди, мне приходится заново все строить и все делать. Все предоставляется эксплуатством. Все здания, сооружения, которые находятся в этой умной деревне, сделаны из разрушенных домов. Это имеет значение. Почему из этого камня? Чтобы будущее поколение помнило историю своей родины. К нам подошел улыбчивый парень, который живет здесь. Посмотрите на его мимику. Доброта просто излучается. И он сказал, ребят, можно мы тоже... Я тоже дам какое-нибудь интервью. Я тоже хочу попасть. Говори, дорогой, как тебе здесь? Я люблю это место. Мы переехали сюда во второй очереди. В Зенгелане я родился. Здесь ходил в детский сад. Я 1987 года рождения. Сам я из деревни Агалы, как раз таки отсюда. Я житель этой деревни. Мы молились, чтобы вернулись наконец-то сюда, в родные края. Мы даже не верили, что через 30 лет это удастся. Это была мечта. Мы жили в городе Сумгаити. Потом нам пришла весть, что жители этой деревни могут вернуться. И мы переехали обратно к себе в деревню. Тут очень красиво и хорошо. Тут настоящая жизнь. Так рады, что мы вернулись. Клянусь, когда едем в город, тянет снова обратно в село. Вас тоже поздравляем, что вам удалось вернуться на родные земли. Спасибо большое. Удивительно наблюдать за тем, как жизнь снова возвращается на эти земли, которые были 30 лет под оккупацией Армении. Вдохновляет грандиозное возвращение коренных жителей на свои исторические земли. И это только я побывал всего лишь в двух городах Карабаха. В остальных городах и районах вовсю строятся новые объекты, рабочие места. Полным ходом идет возвращение коренного населения обратно домой, в Карабах.